Приветствую, друзья, сердечно. Видите, у меня книжки на болгарском языке в издательстве Homo Futurus. Это название я подарил издательству Homo Futurus, у него написано, видите, София. Это 92-й год. Мой друг, министр иностранных дел Васил Байчев, это вот тоже на болгарском, там Homo Futurus выпустили первые четыре мои книги, а потом уже это издательство Homo Futurus много других полезных книг повыпускало. И мой друг Васил Байчев, министр иностранных дел в Болгарии, когда я проснулся утром, он мне говорит, слушай, ты много пьёшь, долго спишь, и у тебя повышенные требования к котам. А я говорю, это почему? А то время было Кашпировского время и так далее. А он говорит, ну потому что ты видел, что кот заснул на телевизоре. И начал его критиковать. Ну, что делать? Послушайте, а Савка Байчева, жена Васила Байчева, которая издала это издательство Homo Futurus, она, значит, как-то подходила к Кашпировскому, когда он был в Болгарии, и спрашивала, а что вы думаете насчёт метода ключ? Он сказал, никогда никто не сможет самостоятельно вызывать у себя состояние, которое могут дать такой эффект, который он может вызывать. Но такую нелепость, конечно, дело в том, что... Ну ладно, не буду я про это и рассказывать, вы просто возьмите болгарские рассказы мои, очень интересные. Там и про Васила Байчева, и про Савку Байчева, и Баяна, их сына. Очень интересные в прозеру у меня есть, называется там раздел, болгарские рассказы. Очень смешные, да. Очень смешные, как Васил, например, который мне говорил, ты много пьёшь, долго спишь, повышенные требования к кота. Ну я там тогда пил, я проходил целой сумкой, значит, пива, пива болгарского, и, значит, такие сосисечки тоже, очень вкусные, очень вкусные. Я, значит, вечером сижу, пишу рассказики, и в это время пиво пью. Он приходит и говорит, слушай, ты же мужчина, наконец, оставь на утро там в холодильнике, чего ты пьёшь всё время? Ну, короче, а вечером, ночью, вдруг я слышу в кухне какой-то шорох, какой-то там шум, какой-то я выхожу на кухню, а там Васил на карачках лазит. Я говорю, ты что делаешь, Васил? Он говорит, ну где-то у меня Ромка была, а у него похмелье началось. Я говорю, ты меня учишь, я сам, я говорю, слушай, вот у вас тут какая-то партия есть, пивная партия. Ты, говорю, меня с ним познакомь, с этим председателем, я их научу, как пиво пить. Он говорит, да ты пойми, они вообще пиво не пьют. То есть как, а почему же пивная партия называется? Это политика, ты в этом не разбираешься. Ну, короче говоря, очень смешно всё было, он был замечательный человек. Я его очень любил, Василий Байчев, он как-то мне звонит, я в Москве, он там в Варшаве. А он мне звонит и говорит, слушай, я вчера, говорит, вашему, говорит, министру иностранных дел про тебя рассказывал. Ты, говорит, знаешь, что, говорит, ты приезжай сейчас ко мне. Я говорю, Василий Байчев, ну, я же в Москве, а ты в Варшаве. А, говорит, я забыл совсем. Ну, ладно, говорит. Шеварадзе он рассказывал про меня, какой я изобретательный. Ну, ладно, друзья. В следующий раз что-нибудь ещё расскажу. Очень смешное. Очень смешное про своих друзей, самых разных. Орехи помню. Так они у меня в сердце. До встречи.